В воскресенье все строители страны отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты работники Наринмарстроя принимали поздравления и благодарности. Наша съемочная группа побывала на торжестве, а после отправилась на стройку, чтобы узнать о нелегких буднях современных зодчих. Алина Вучейская продолжит. История Наринмарстроя началась 1 января 1993 года. Именно тогда на базе Наринмарского строительно-монтажного управления было создано это предприятие. По сей день Наринмарстрой ведет в окружной столице жилищное, промышленное, социально-бытовое строительство из кирпича и крупных панелей. Силами Наринмарстроя были возведены хлебозавод, нефтебаза, аэрологический комплекс, животноводческая ферма на 400 голов крупного рогатого скота, типография, мосты через Качгартинскую и Лисозаводскую Курьи, универмаг и многие другие социально значимые объекты. Тех, кто многие годы трудился на благо жителей округа, сегодня награждают почетными грамотами. Приурочили к Дню строителя и торжественное открытие доски почета. Одной из первых прикрепили фотографию Николая Бахерева. 35 лет своей жизни он отдал работе в Наринмарстрое. Электромонтажником Николай Борисович работает здесь с 1974 года. Впрочем, мужчина скромно замечает, что не он один внес вклад в строительство и развитие округа. Каждый третий на предприятии сторожил. Люди эти отдали много сил, времени, здоровья. Поэтому они, конечно, должны быть на первом месте и задавать тон всему предприятию, наверное. Коллективу, который работает. Ну, как говорили раньше, равнялись, чтобы, наверное, на них. А вот пример брать почти некому. Сейчас на Наринмарстрое работает 430 человек. Больше половины из них – опытные строители. Чтобы предприятие продолжало процветать и развиваться, необходимы молодые специалисты. Их на территории округа обучают только в Нейнском профтехучилище. Однако в последние годы все меньше выпускников НПУ идут работать в главную строительную фирму округа. Сетует руководитель Наринмарстроя. Само по себе здание уже, сами видели, даже здание морально устарело. Наверняка там проблемы и с технической базой имеются. Вот хотелось бы, конечно, чтобы власть обратила внимание на вот это училище. Это кузница наших кадров. То есть хотелось бы, чтобы там были нормальные механизмы, на которые бы ребята проходили учебу. Нормальные цеха, то есть это самое. И тогда, конечно, это самое. И нам, естественно, надо поднять престиж именно строительной специальности. А вот столяр-плотник, работающий на стройке детского сада в микрорайоне лесозавод Петр Шевелев, когда выбирал профессию, о престиже не задумывался. Главное, чтобы работа по душе была, скромно признается мужчина. В рядах строителей Петр Анатольевич с 1974 года. Понравилось? Строить. Вообще люблю строить. Дома строю. А в чем вот сложность вашей профессии? Трудоемкая. Очень. Механизация, наверное, больше. Механизации и вправду не хватает. К примеру, если на укладку тротуара из бетона при наличии новой техники потребуется полдня, то, используя старую технологию укладки, у строителей на это уйдут как минимум сутки. Вот так вот дедовским методом здесь около садика укладывают бетон. На самом деле это очень сложная работа. Бетон тяжелый, ноги застревают. Здесь дорога каждая минута. Срок сдачи строительного объекта – ноябрь 2014 года. А потому свой профессиональный праздник маляры, плотники, каменщики и монтажники встречают на работе. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».